Лидер Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в середине мая отбуксировал сразу три вертолета общим весом более 15 тонн, без использования специальных приспособлений. Очередной мировой рекорд либерчанин поставил в столице Татарстана. После тяжелого для организма испытания спортсмен прошел медицинское обследование, ведь в планах новые силовые рекорды. По словам Сергея Агаджаняна, его рабочее давление 140 на 80. Если оно повышается, либерчанин следует рекомендациям врача, принимает медикаменты. К состоянию своего организма «Русский Халк» относится с заботой. Но в некоторых случаях здоровьем приходится пренебрегать. Во время кремовки мы могут достигать цифры у меня, в частности, за 200. 200 на 120. Мы готовим таким образом организм к перегрузкам. Поэтому часто то, что я делаю, я прошу не делать. Не то, что неподготовленных спортсменов и любителей, даже не все профессионалы могут позволить себе такие нагрузки. Силовой экстрим появился в жизни Сергея 10 лет назад. До этого спортсмен занимался греблей на байдарках, боксом, кикбоксингом и гиревым спортом. На счету Агаджаняна десятки рекордов России и мира. Во время их достижения организм спортсмена работает на пределе. Огромную нагрузку испытывает сердечно-сосудистая система. Поэтому после каждой победы он обязательно проходит комплексное медицинское обследование, которое проводят врачи Люберецкой областной больницы. Мы регулярно проводим лабораторную диагностику, проводим электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование. Но после больших побед, после соревнований он приезжает и мы проводим исследование и следим за его здоровьем. Русского Халка часто называют одним из сильнейших людей мира. Правда, о своих уникальных способностях он говорит с иронией. Супер силы есть у каждого. Самое главное, чтобы было желание и настойчивость идти к своей цели. Какой-то сверх силы, я не уверен, что она есть у меня лично. Я все-таки уверен в том, что есть эффектно-тренированности и подготовки к тому или иному номеру. Уже через несколько месяцев Сергей Агаджанян начнет готовиться к очередному мировому рекорду. Люберчанин планирует его установить в московском метрополитене, сдвинув с места поезд. Богдан Колесников, Анатолий Харламов, телеканал ЛРТ.